всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о очень полезной функции но редко кто они знают и кто и пользуется называется midi chase собственно она что она делает она позволяет слушать звук ноты миди ноты в скажем так середине ее звучание ну сейчас звучит на непонятно но я сейчас вам проиграю музыкальный фрагмент которыми здесь есть и расскажу такую частую проблему при работе вот с миди с набрасыванием партий которые раздражает и приходится ненужной манипуляции лишний делать и как это решить собственно с помощью этой функции midi chase давайте послушаем в общем в чем идея идея в том что здесь вот есть например такая достаточно протяжная партия синтезаторная которая тянется несколько тактов в некоторых случаях и давайте попробуем примеру я хочу послушать вот минут интересен этот аккорд я ставлю сюда проигрывайте playhead точнее и запускаю воспроизведение и я слышу что ты ты этого инструмента просто нету то есть я вот хочу сейчас сделать как подредактировать что-то хочу он прежде зациклить допустим это место чтобы просто послушать как гармонически правильно ли усажен этот аккорд допустим таких ситуации может быть много и вот этот инструмент просто не воспроизводится так как по умолчанию у нас миди инструменты реагирует только на начало ноты и наконец ноты то есть вот эти два места которые по сути посылают сообщение нашему устройству данном случае это синтезатор когда звук запустить и когда его отпустить ну думаю понятно но скажем так команды в воспроизвести звук середины у меди так таковой нету поэтому когда мы воспроизводим звук вот где-то вот отсюда то у нас естественно меди ничего не не реагирует по что здесь нету знака с начала звука и нету окончания звука вот такая частая проблема из-за этого приходится постоянно возвращаться начало квадрата когда ноты берется что все услышать потому что в данном случае например это такая достаточно фоновая партия в принципе без нее можно и какие-то решения принимать но бывают треки где например звучит какой-то очень важный пэт на котором вообще строится вся аранжировка и и когда нужно быстро что-то подправить барабаны рисунок ударных там фокусируешься на ком-то брейки а пэт у тебя не звучит но это явно мешает вообще работе грамотный то есть восприятию трека таким какой он будет для этого собственно чтобы решить эту проблему его есть функция миди chase она настраивается у нас в настройках с каждым обновлением секвенсор лоджик про обрастает все большим количеством функций меню инструментов а вы до сих пор не можете понять как все это выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем я подготовил для вас максимально подробный видеокурс состоящий из нескольких частей в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсор лоджик про в теории и на практике каждая часть продвинутого курса лоджик про это отдельный мини курс поэтому можно смотреть в любом удобном порядке ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем лоджик про а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас ссылка в описании к этому ролику самого проекта то есть project settings файл project settings здесь есть тоже закладка меди и вот здесь есть закладка chase и здесь вот мы можем поставить галочку на ноутс и sustained то есть ноты которые находятся в удерживании с момента где мы их воспроизводим они будут как бы лоджиком автоматически распознаваться что воспроизведение было где-то раньше но эту ноту нужно произвести то есть грубо говоря сам logic уже будет отслеживать вот эти все ноты в тот момент когда мы запускаем и посылать на то или иное устройство сигнал что вот нужно вот этот звук сейчас здесь воспроизвести то есть слышно я сейчас нажимаю на play он даже чуть заранее начинает его воспроизводить то есть это очень удобная функция по умолчанию она отключена но если например делать какой-то темплейт я бы посоветовал вам создать в этом темплейте уже в настройках чтобы стоял эту установка она очень помогает она очень полезная и вот позволяет собственно решить решить такую очень важную проблему она особенно становится и важной когда вы очень много работаете с меди когда вы редактировать какие-то мелкие нюансы и постоянно откатываться куда-то там на такт вперед на так назад чтобы поймать где же это но то начинается чтобы и услышать это ну мягко скажем очень удобно конечно можно делать фризы конечно можно делать bounce в аудио но гораздо удобнее быстрее вот просто один раз поставить галочку и спокойно работать с меди проектом его редактировать ну что ж я думаю что здесь все понятно в этом видео у меня все увидимся с вами в следующих уроках сам был дмитрий русул всем успехов творчестве всем пока